Давайте разберем, да, почему так получается. Что написано слева? Это написано, в какую степень нужно возвести двойку, чтобы получить a умножить на b. Но на самом деле идея в том, что мы хотим возвести двойку в какую-то степень, чтобы получить a умножить на b. Окей, ну идея в том, что давайте это разобьем на два этапа. Давай сначала возведем двойку в какую-то степень, давай скажем, x1, чтобы получилось a. А потом двойку возведем в какую-то другую степень, давайте скажем x2, чтобы получилось b. И тогда, если мы перемножим обе части, то как раз получится, что 2 в степени x1 умножить на 2 в степени x2 равно a умножить на b. Но так устроены степени, то что когда идет перемножение, то можно насложить эти степени. То есть 2 в степени x1 умножить на 2 в степени x2, это просто 2 в степени x1 плюс x2. В итоге получается, что ответ на то, в какую степень нужно ввести двойка, чтобы получить a умножить на b, это x1 плюс x2. Или по-другому, опять же, что такое x1? Ну, x1 — это на самом деле логарифм по основанию двойки от a, x2 — это на самом деле логарифм по основанию двойки от b, но как раз получается эта формула. Ну и понятно, что можно любое основание менять, да, там говорить не по основанию 2, а по основанию 3, 4, 5, 6. Ничего от этого не поменяется. Второе важное свойство — это то, что можно убивать, да, там, в привычках степени. Ну, опять же, тоже на самом деле понятно, откуда оно появляется. Что такое логарифм от a в степени b по основанию двойкой? Ну, это то, в какую степень нужно ввести двойку, чтобы получить a в степени b. Но это на самом деле то, в какую степень нужно вывести. То есть, как можно про это подумать? Ну, у нас опять уравнение, что 2 в степени x равно a в степени b. Давайте эту задачу чуть разобьем и сначала поймем, в какую степень нужно ввести двойку, чтобы получить a. И эта степень, это будет x равно, давайте опять x1, будет равно логарифм. x1 будет равно логарифм от a по основанию двойки, да. То есть, это есть то, в какую степень нужно ввести двойку, чтобы получить a. Ну, окей, допустим, мы это знаем. Что теперь нужно сделать? Но мы знаем, что 2 в степени x1 равно a. Давайте обе части возведем в степень b. Тогда 2 в степени... Тогда 2 в степени... Тогда 2 в степени x1, возведенное в степень b, должно быть равно a в степени b. Мы знаем то, что когда у нас так устроено, когда мы степень возводим несколько раз, то мы можем эти степени просто перемножать. То есть, в итоге, наш ответ на вот этот вопрос, какую степень нужно ввести двойку, чтобы получить a в степени b, это будет равно x1 умножить на b. Или по-другому, b умножить на логарифм a по основанию двойка. Как раз именно то, что написано слева от меня. Ну и опять же, это такое же рассуждение можно провести не с основанием двойка, а с любым другим основанием. Просто я написал двойку, чтобы не перегружать вас разными буквами, потому что все буквы, которые важны, это как раз a и b, а основание мы можем фиксировать. Продолжение следует... Продолжение следует...